Всем привет! Доктор предлагает посмотреть пациентку крупного телосложения с длинной историей, плохо контролируемой, нерезистентной артериальной гипертензией и редкой частотой сердечных сокращений без дефицита пульса. ЧСС 40 ударов в минуту. Вся симптоматика списывается на сей счет и завтра ей намерены имплантировать кардиостимулятор. Моя консультация, все решено, потому понимаю страховка. На всякий случай, вдруг, если что, после имплантации не так. Знакомимся, объективно исследуем. В числе иных симптомов артериальное давление 220 на 130 мм ртутного столба. Доктору, ну окей, имплантация, так имплантация, только сначала давление к разумному уровню приведите, назначьте антигипертензивные препараты. Прихожу на следующий день, а операция отменена. Спрашиваю, почему? В ответ давление 150 на 90 мм ртутного столба и ЧСС 68 ударов в минуту. Я знал, что так и будет, что операция не состоится. ЧСС 40 ударов в минуту при синусовом ритме и давлении 220 на 130 мм ртутного столба есть компенсаторное на высокое давление. При таких высоких систолическом и диастолическом давлении с высоким же пульсовым давлением 90 мм ртутного столба так по-иному, как не через радикальное снижение ЧСС гемодинамику организму удержать. Вот он, бедный, и нашел решение. За имплантацией стимуляторов много интересов стоит, и не все на пользу пациенту. Случай этот пример тому. Место случай имел в кардиологическом отделении, но он чисто терапевтический. Природа человека направлена на сохранение здоровья, жизни в самых непредсказуемых, самых трудных условиях. В механизмах сохранения их важное место принадлежит нормам болезни, которые часто, как здесь, от норм здоровья могут быть очень даже далеки.